Отрывок из книги Владимира Буковского «Пацифисты против мира», издательства «Напресс-Либах», 1982 год. Некоторые считают, что нынешний советский экспансионизм – это всего лишь продолжение русской дореволюционной колониальной политики. Так сказать, дурное наследие. И правда, эта концепция была господствующей долгое время, а кое-кто и сейчас в неё верит. Благодаря этой концепции периодически делались попытки предложить советским раздел мира на сферы влияния. Мы обязаны этой концепции ялтинскими и подсдамскими соглашениями, а также целым рядом других бедствий. Конечно же, каждый раз советы охотно соглашались на раздел сфер, проглатывали свою долю, а потом принимались за чужую. Поступали ли они так от того, что нуждались в минеральных ресурсах, территории, рынках сбыта? Нет. Их собственная территория остаётся неразвита, а минеральные ресурсы не добыты, и товаров им не хватает для собственного населения. С другой стороны, на Кубе или в Афганистане нет никаких полезных ископаемых достойных упоминаний. Нет никаких русских национальных интересов в Анголе или Вьетнаме. В действительности, эти новые колонии стоят советскому народу миллионы долларов в день каждое. Но разве можно назвать это классическим колониализмом? Есть другая теория, значительно более зловредная, потому что она воспринята гораздо более широкими кругами на Западе. А чтобы понять её ложность, нужно действительно хорошо знать советскую реальность. Я имею в виду теорию, согласно которой советская агрессивность вызвана страхом перед враждебным окружением. Сторонники этой теории утверждают, что по историческим причинам, в результате многочисленных вражеских нашествий, особенно в течение последних 100-200 лет, в нашем народе возник почти параноический страх перед внешней угрозой. Эта теория внешне вполне правдоподобна, и при желании можно найти много фактов, как бы её подтверждающих. На самом же деле это всего лишь хитроумная комбинация очевидной лжи, неверных интерпретаций и поверхностного знания вопроса. Прежде всего, она основана на переоценке значений истории и упрощённого представления о советской системе. Начнём с очевидной лжи, заключённой в этой теории, а именно умышленного объединения желаний народа и желаний правительства в СССР. Те, кто знает нашу систему хотя бы поверхностно, конечно, помнят, что народ у нас не имеет чести быть представленным в правительстве. Проще говоря, у нас нет свободных выборов, и, стало быть, правительство не обязано выражать чувство населения. Таким образом, если мы даже поверим, что население так напугано бесконечными вторжениями, у правительства нет никаких причин разделять эти страхи. Советское правительство прекрасно осведомлено через свою огромную и вездесущую разведслужбу о малейших намерениях Запада, что, согласитесь, не слишком сложно при удивительной открытости западных обществ. Кого, например, они так напугались в середине 70-х годов, когда в СССР резко усилилась гонка вооружений? Своего лучшего друга Жескара или ещё более дорогого друга Вилли Бранта? Англию с её крошечной армией и вечным стремлением к одностороннему разоружению? Или, быть может, Никсона с Картером, совместными усилиями, зарезавших все программы перевооружения? Японию, у которой вообще нет армии? Фактически, эта теория и не говорит о напуганном правительстве, а скорее о напуганном народе, который в нормальной стране мог бы заставить правительство быть агрессивным. Но тут-то как раз и ошибка, так как народ в СССР ничего не значит и никак не может заставить правительство что-то делать, даже снабдить население мясом. Им даже не позволят говорить вслух о своих страхах. Так кто же у нас в СССР такой напуганный? Если же взять правителей, единственная война, которую они пережили, никак их напугать не могла по очень простой причине. Они эту войну выиграли. Может ли кто-нибудь показать мне победоносного генерала, который так испугался своей победы, что стал параноиком? Да и сам психологический тип наших вождей совсем иной. На деле стоит лишь посмотреть на карту мира, чтобы понять, как нелепа эта теория. Можно ли поверить всерьез, что бедные коммунисты так перепугались, сидя в Кремле, что со страху защищают себя, посылая свои войска на Кубу, а кубинские – в Анголу, посылая оружие из советников в Эфиопию и Вьетнам, а затем вьетнамские войска в Камбоджу? И далеко не очевидно, глядя на карту, что СССР зажат в кольцо враждебного окружения, скорее наоборот – Запад окружен коммунистическими ордами. Да и в любом случае, если их паранойя может быть излечена только после установления коммунистического контроля над всем миром, какая нам разница, проглотят нас со страха или по расчету? И, наконец, самое важное для понимания этой зловредной теории обстоятельства состоит в том, что она была выдумана кремлевскими экспертами по пропаганде. Теория эта очень успешно эксплуатировалась в годы разрядки, когда западные правительства, исходя из нее, сознательно позволили советам достичь военного превосходства. Вероятно, теперь они будут это отрицать, но я отлично помню аргументацию того времени. Идеологи разрядки утверждали, что, достигнув превосходства, советы успокоятся, расслабятся, а это приведет к внешнему и внутреннему расслаблению режима, то есть к либерализации. Результат этого блестящего эксперимента теперь налицо. В действительности советское население сознательно подвергается изо дня в день, вот уже 65 лет, пропаганде, запугивающей его этим мифическим враждебным окружением, постоянной внешней угрозой. Коммунистические правители беззастенчиво спекулируют на трагедии нашего народа во Второй мировой войне, для того, чтобы оправдать режим угнетения и свои чудовищные военные расходы. Они делают все возможное, чтобы вселить в сознание людей параноический страх перед миром капитализма. По счастью, люди у нас достаточно психически здоровы, чтобы эти усилия вызывали только смех. Таким образом, вопреки этой теории, не параноический народ требует усилий для сверхобороны, а вполне трезвое и жестокое правительство старается породить паранойю у своего народа. Нет, ни страх нашествия, ни похмелье Второй мировой войны заставляет советских правителей полстолетия вести необъявленную войну против всего человечества, а подтвержденное вновь и вновь на каждом съезде партии с начала этого века решимость поддерживать силы прогресса и социализма, поддерживать освободительные движения по всей планете. В таком случае, должны ли мы предположить, что цель советских правителей заключается в установлении мирового господства? Но даже и такая безумная, на первый взгляд, модель еще слишком нормальна, чтобы быть правильной. Говоря точнее, она слишком упрощает дело. К счастью, слишком много фактов ей противоречат, и в частности тот факт, что ни один из нынешних советских вождей уже не верит в коммунистическую доктрину. К счастью, для нас, ибо фанатик ни за что не потерпел бы уничтожение дела своей жизни. Скорее, он предпочел бы уничтожить все человечество. На деле это полностью циничные люди, больше озабоченные своими привилегиями и удовольствиями, чем марксизмом. Вероятно, они ненавидят свою идеологию больше, чем любой западный капиталист. Да и большинство советских людей столь же циничны, как и их лидеры. Искренне верующего коммуниста теперь можно найти разве что на Западе. Именно эти наблюдения породили среди западных политиков фальшивые надежды на возможность иметь дело с советами как с нормальными партнерами, то есть вести переговоры, сотрудничать, торговать. Но попробовали, и опять все пошло не так. Так где же правда об этой чертовой советской системе? Несомненно, был в нашей истории период, когда вожди были коммунистическими фанатиками, готовыми пожертвовать миром в угоду своим фантазиям. Точно так же определенная часть населения с энтузиазмом приветствовала новые идеи. Полагаю, их заблуждение простительно. Идеи эти были тогда действительно новыми, взывавшими к лучшим свойствам человеческой натуры. Разве это не стоящая цель – обеспечить безоблачное счастье грядущим поколениям, освободить и объединить все человечество? Естественно, это будет нелегко, и мы должны быть готовы к тяжелым жертвам. Столь же естественно ожидать ожесточенного сопротивления со стороны людей, эгоистичных, лично заинтересованных, не допустить наступления всеобщей справедливости, и мы должны быть готовы к безжалостной борьбе с ними. Только воля миллионов, сжатая в единое непобедимое мы железной рукой вождя, может достичь невозможного. Но этот момент экстаза был недолгим. Постепенно один за другим разные слои населения трезвели, теряли иллюзии и уже сами не могли поверить своему недавнему ослеплению. Такое предательство сделало окруженное враждебностью меньшинство еще более безжалостным и сплоченным. Пусть против воли, но мы заставим их строить будущее счастье. Зато их дети будут благодарить нас. Не стану описывать ту чудовищную массовую резню, к которой все это привело. Она описана много раз. Терроризированное большинство повиновалось с показным энтузиазмом, поскольку выглядеть угрюмом было равносильно бунту. Но молчаливое, пассивное сопротивление осталось. Правящее же меньшинство превратилось просто в клику, потерявшую свои идеалы в постоянной борьбе за существование, злоупотреблениях властью и привилегиях. Возникшая политическая ситуация лучше всего определяется выражением «скрытая гражданская война», в которой подобие баланса поддерживается властями при помощи некоторой степени политического террора. Так возникла абсолютная власть, абсолютно циничные горстки людей над абсолютно циничным народом, уверяющих друг друга в своей же искренней жажде строить идеальное общество будущего. Идеология же осталась существовать, но не в умах людей. Почти как в научной фантастике, идея делилась от своего субстрата и окаменела в структурах общества. Она превратилась в институцию, которая не позволит никому, даже своему главному управляющему, отклониться от мёртвой догмы. Воля миллионов остаётся сжатой в кулаки абстракции. В этой стране практически нет свободных людей. Государство, единственный работодатель, никому не позволит быть финансово независимым, точно так же, как не терпится в этой системе любая другая независимость. Каждый должен исполнять полезную задачу, осуществлять нужную функцию. Притом несколько систем тайной полиции и службы безопасности шпионят друг за другом и вместе за всеми остальными. Неудивительно, что такая система породила человека нового типа, который думает одно, говорит другое, а делает третье. Огромная инерция этой системы тоже неудивительна. Например, теперь уже нет тех, кого можно назвать классовым врагом. Нет нужды терроризировать и загонять в лагеря миллионы людей. Тем не менее, бесчисленные концлагеря продолжают существовать, ставшие неотъемлемой частью экономической, политической и духовной жизни страны. Никто уже не верит теперь в окончательную победу коммунизма во всем мире. Да никто и не хочет ее. Но внешняя подрывная деятельность и необходимость всеми силами поддерживать социалистические силы стала неотъемлемой частью машины. Теперь уже система правит людьми. Но есть и еще что-то более важное, чем инерция – инстинкт самосохранения правящей клики. Оседлав однажды тигра, почти невозможно потом спрыгнуть с него. Попытка внутренней либерализации может оказаться роковой. Само количество ненависти, накопившееся в стране за 65 лет социалистического эксперимента – огромно. Результаты любой реформы настолько непредсказуемы, а пуще всего уничтожение самой власти этой клики и их сказочных привилегий, а то и физическое их уничтожение настолько вероятны при ослаблении центральной власти, что трудно ожидать от властей заигрывания с либеральными идеями. Только угроза неизбежной скорой гибели может заставить советских правителей провести серьезные внутренние реформы. Две стороны советского режима – внутреннее угнетение и внешняя агрессивность – неразрывно взаимосвязаны, создавая своего рода порочный круг. Чем больше режим гниет изнутри, тем больше усилий тратят правители, чтобы представить миру устрашающий фасад. Им нужна международная напряженность, как вору нужен покров ночи. В политической атмосфере, скрытой гражданской войной, огромные и бессмысленные жертвы последних 65 лет, постоянные экономические трудности и отсутствие основных прав, как и сказочные привилегии правящей клики, могут быть оправданы только постоянной внешней угрозой и необходимостью с ней справиться, то есть враждебным окружением и подрывной деятельностью мирового империализма. В этой искусственно созданной военной ситуации требование рабочим лучшей доли или требование нации независимости будет немедленно расценено как подрывная деятельность, как игра на руку врагу. Однако недостаточно создать дьявола, чтобы поддерживать чистоту веры. Этот воображаемый враг должен постоянно терпеть поражение, а то как бы лукавый не соблазнил нетвердых. Любой ценой нужно добиться поражения американского империализма и любыми средствами способствовать освобождению пролетариата в странах капитала. Стоит лишь не оказать помощи братской стране или упустить возможность установления коммунистического режима в созревшей для этого стране. И это неизбежно будет воспринято как слабость власти, а стало быть как добрый знак угрюмому и обозленному населению дома. Любая неудачная международная авантюра может начать цепную реакцию развала империи. Вот почему не могут они потерпеть народного восстания в Венгрии, весны в Праге, антикоммунистической священной войны в Афганистане или второго полюса власти в Польше. Отзвуки почувствуются во всех остальных странах социалистического лагеря, так же как и на Украине, и в Прибалтике, и в Средней Азии. Сценарий советской агрессии угнетающе однообразен. Сначала нужно подорвать демократическое государство изнутри, помогая дружественным прогрессивным силам прийти к власти. Затем приходится поневоле спасать своих обанкротившихся прогрессивных друзей, когда сопротивление народа грозит их свергнуть. Агрессивны ли они от испуган? Да, но только напугали их не куча ваших железок и не ваши неумелые попытки создать оборону. Они смертельно напуганы собственным народом, потому что знают, конец неизбежен. Вот почему нужны им постоянные победы над враждебным окружением. В каждой такой победе заложена простая угроза своему порабощенному населению. Видите, пока что мы еще достаточно сильные, и никто не может противостоять нашей мощи. Если вы чем и страшны им, так это своей свободой и благосостоянием. Они не могут потерпеть демократическое государство вблизи своих границ или вблизи границ своих сателлитов, потому что пример процветающей демократии под самим их боком может оказаться слишком заразительным. Теперь, установивши все это, давайте спросим себя, что произойдет, если Запад односторонне разоружится? Последует ли СССР такому примеру? Определенно нет. Это означало бы быстрый распад Советской империи и полное крушение их власти. Означает ли это, что их стальные лавины хлынут на беззащитные страны Запада? Опять же, полагаю, нет. Им не нужна ваша территория, которую было бы трудно удерживать в любом случае. Более того, где будут они приобретать зерно, технологию, товары, кредиты и тому подобное, если их нежизнеспособная экономическая система будет навязана Западу? Вы нужны им так же, как Китаю нужен Гонконг. Но с этого самого момента вы постепенно начнете утрачивать свою свободу, оказавшись под постоянным и ничем не сдерживаемым советским шантажом. Вы можете любить или не любить свои профсоюзы. Но хотите ли вы, чтобы они опасались иностранного вторжения каждый раз, как возникает возможность большой забастовки, как это было в Польше на протяжении 16 месяцев? Можно любить или не любить свою прессу. Но хотели бы вы соблюдение ею строжайшей самоцензуры, дабы избежать гневной реакции могучего соседа, как это происходит в Финляндии. Можно любить или не любить парламентскую систему, но, по крайней мере, вы свободны выбирать, кого вам хочется, не принимая во внимание желаний иностранной державы. Никто не угрожает прийти и навязать вам правительство со стороны, как в Афганистане. Природа же советской системы такова, что она не успокоится, пока вы не станете полностью ей подобны. Итак, мы приходим к очень важному заключению. Альтернатива сейчас не война или мир, а скорее свобода или рабство. Мир и свобода оказались неотделимыми, а старая формула лучше быть красным, чем мертвым, просто глупостью. Те, кто ей последует, будут и красным, и мертвым. Хотим мы того или не хотим, не будет на Земле ни мира, ни ослабления напряженности, ни плодотворного сотрудничества между Востоком и Западом. До тех пор, пока советская система не изменится радикально. Дошла ли это очевидная и простая истина хоть раз до западных политиков? Сомневаюсь. В известном смысле можно понять озабоченность участников движения за мир. Стереотипное увеличение военных расходов и накопление новых железок каждый раз в ответ на очередное проявление советского комплекса «нестабильность и агрессивность» просто неадекватно. Как минимум, оно недостаточно. Это не изменит советской системы, не предотвратит советской экспансии, особенно в Третьем мире. Советская идеологическая война значительно тоньше большой ядерной дубинки. Начнем ли мы, например, ядерную бомбардировку Москвы, если завтра начнется восстание различных племен в Пакистане, инспирированное Москвой? Или если коммунисты захватят власть в Иране? В мире хватает естественных проблем, вызванных местными условиями. Но влияние Москвы немедленно превращает их в важные стратегические проблемы. Было бы бессмысленно пытаться решать их по всему миру военными средствами. Простая логика подсказывает, что нужно прежде всего покончить с источником основной проблемы мира, с советской системой. К сожалению, Запад до сих пор не оценил этого, постоянно продолжая укреплять советскую систему кредитами, технологией, торговлей. Зачем же Советам беспокоиться и проводить рискованные внутренние реформы, если их нежизнеспособную экономику периодически спасает Запад. Запад еще достаточно богат, чтобы их выручать. Сибирь же, в свою очередь, достаточно богата газом, золотом, бриллиантами. «Мы дрожим от негодования, когда слышим о советском вторжении в очередную страну. Мы ненавидим этих послушных солдатиков, всегда готовых исполнять, что им прикажут. Что они роботы? Ну а что мы им предлагаем делать? Неужто мы всерьез ожидаем, что они взбунтуются и пойдут под расстрел, в то время как весь мир продолжает снабжать их палачей товарами, кредитами и современной технологией? Не кажется ли вам, что мы спрашиваем с них больше, чем с самих себя? Так или иначе, а этот порочный круг должен быть разорван, если мы хотим жить как люди? Почему же не начать там, где легче? Как раз сейчас более 90 тысяч этих самых роботов оказались в афганском капкане. Они не могут взбунтоваться, потому что их ждет верный расстрел. Несмотря на это, доходят слухи об отдельных бунтах и расстрелах. Они не могут дезертировать, потому что их или убьют по дороге, или, если им посчастливится пробраться в Пакистан, власти этой страны вернут их советскому командованию, то есть опять-таки под расстрел. Пытается ли хоть одно правительство в мире помочь им? Нет. Вместо того несколько европейских стран решили покупать советский газ. Возможно, тот самый, что Советы выкачают из Афганистана в счет компенсации за освобождение. «Сейчас вот много шумят о Польше. Много шума, много дымовых завес, но разве хоть одно правительство хоть чем-нибудь пожертвовало?» После громких речей европейские страны решили не применять экономические санкции против стран Восточного Блока, потому что санкции, возможно, повредят нам больше, чем им. «Спрашивается, зачем же было устанавливать такие отношения, которые делают вас еще более зависимыми от врага?» Почему же и теперь вы продолжаете подписывать соглашения такого же типа о советском газе, например? Американские банки недавно решили покрыть огромные польские долги, потому что банкротство Польши подорвет мировую финансовую систему. Что же вы будете делать, если завтра страны Советского Блока откажутся платить долги и прекратят торговлю с вами?» Так вот, как понимается здесь борьба за мир и свободу. Люди на Востоке должны жертвовать своими жизнями, вы же не должны жертвовать своими доходами. Неудивительно, что польская армия не торопится бунтовать. Введение экономических санкций против польской военной хунты фактически не просто одна из возможных мер в арсенале Запада, а его прямая обязанность по условиям Хельсинского соглашения, суть которого – прямая связь между безопасностью, экономическим сотрудничеством и соблюдением прав человека. Если это уже забыто, кому нужен весь этот шум в Мадриде? Говоря по правде, я не верю, что дело в забывчивости. Так же, как я не верю, что западные банкиры, промышленники и правительства настолько глупы, чтобы привязать себя к советской колеснице по ошибке. Нет, это их сознательная политика, открыто проповедовавшаяся в годы разрядки и скрыто исповедуемая теперь. Более того, это их жизненная философия. Они большие любители стабильности, эти банкиры и бизнесмены. Они категорически против движения и сопротивления в коммунистических странах, против самой перспективы освобождения порабощенных народов Востока. Они верят, что спасают человечество от угрозы реального столкновения, сознательно ограничивая возможности любого будущего правительства что-либо изменить, сохраняя таким образом навеки некоторый уровень международной напряженности и ядерной угрозы. Но недостаточно большой, чтобы быть реально опасным. Они-то и есть величайшие миротворцы, гораздо более мощные, чем все эти толпы на улицах европейских столиц. Благодаря им мы постепенно спускаемся в эпоху тьмы. Вместо послесловия. Эта статья написана не для банкиров и не для правительств. Я не жду от них помощи. Несмотря на все резкости, я хочу, чтобы ее прочли искренние люди, всерьез обеспокоенные проблемами мира и свободы. Возможно, и многое не понравится из мною сказанного. И все же, я надеюсь, они поймут основное. Мир еще никогда не был сохранен истерическим желанием выжить любой ценой. А красивые фразы, дешевые лозунги никогда ему не способствовали. Существует около 400 миллионов людей на Востоке, у которых украли свободу и обрекли на жалкое существование. Так уж получилось, что мир невозможен, пока они остаются в рабстве, и только с ними, а не с их палачами, должны вы сотрудничать, чтобы обеспечить реальный мир на Земле. Ваши недавние массовые демонстрации были бедствием, потому что на них, вольно или невольно, вы отождествили себя с правителями Восточной Европы. Было огромной ошибкой с вашей стороны гнаться за широким объединением любых общественных и правительственных сил просто ради количественного эффекта. Эта ошибка должна быть исправлена, если мы хотим жить мирно и свободно. Мы должны различать друзей врагов. Будем надеяться, что трагическая судьба солидарности откроет глаза многим.